Друзья, недавно у меня прошла встреча с человеком, который по-настоящему борется за наши права, за права автомобилистов. Затем благодаря нему отменили нулевое промилле, а также появилась возможность платить за штраф в два раза меньше, если вовремя его оплачивать и многое другое. Его зовут Вячеслав Лысаков и он является депутатом. И на канале у известной блогерши Лены, которая леса рулит, можно посмотреть самые интересные моменты нашего с ним общения. Ну а ссылка на ролик находится сразу в описании под видео. Субтитры подогнал «Симон» 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 Внешне Range Rover Sport в версии SVR отличается от других модификаций, прежде всего аэродинамическим обвесом. Спереди автомобиль получился очень агрессивный и в то же время сдержанный. В нем читается истинный спорт. Также гармонично и эффектно выполнена задняя часть автомобиля, где можно наблюдать четырехстволку выхлопной системы. А этот насыщенный синий цвет как нельзя лучше подходит статусному британцу. Что касается колесных дисков, то дизайн по-моему тоже более чем привлекательный. По размерности у нас здесь 21 тапки, 275 на 45 и спереди и сзади. Ну а теперь давайте переходить к интерьеру. Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь внутрь Range Rover Sport SVR, это шикарные большие ковши, которые вас буквально обнимают. Практически такие же сидения находятся и сзади, что подчеркивает спортивность этого автомобиля, раз даже сзади есть около ковши. Сидения эти очень удобные. В течение всего-то с драйвом мне было в них чертовски комфортно находиться. Правда, слышал от своих подписчиков, у кого рост 190 сантиметров и кто ездил на SVR, что вот боковая поддержка здесь, она немного поджимает мне в плечах. Но сам проверить это не могу, потому что ростом 175 сантиметров. В интерьере у нас пиршество черной и серой кожи со множеством карбоновых лакированных элементов. Все вместе это смотрится очень богато. Мне нравится архитектура этого салона. Плавные симметричные линии выглядят очень породисто и дорого. Сборка в целом достойная, но местами все равно что-то где-то подскрипывает изредка. И я помню, когда у меня были другие Land Rover на тестах, тоже периодически встречал этот момент. Думаю, производитель нужно заострить на этом внимание. Слабым местом этого автомобиля является мультимедийная система. Здесь нет центральной схемы управления, как, например, на Mercedes и BMW. Реакция на нажатие замедленная. Да и сама детализация как центрального экрана, так и панели приборов слабовата по нынешним меркам. Ну, слышал в представительстве Jaguar Land Rover о том, что в конце этого года они выпустят новую версию мультимедиа, где все уже приведут в соответствии с современными требованиями. И недавно у меня еще на тест-драйве был Jaguar XE. И там вот как раз-таки уже обновленная мультимедиа стоит. Там и детализация идеальная, и с ССА работает суперски. То есть, я думаю, сейчас в следующем обновлении Range Rover Sport все уже будет супер. В целом, по эргономике все очень удобно. Мне вот понравилась посадка. Сидеть реально удобно, все так под рукой. Руль тоже хороший. Он немного, правда, может показаться, что тонковат. Ну, не знаю, мне нормально. Просто знаю, что некоторые водители не любят тонкий руль. Я к тонким рулям отношусь нормально. Под капотом здесь V8 с компрессором. Объем 5 литров. По мощности 550 лошадиных сил и 680 ньютонов метров крутящего. Давайте проверим заявленные данные на мощностном стенде. Посмотрим, каков аппетит этого британца. И с помощью RaceLogic оценим динамику с 0 до 200. Кстати говоря, производителям заявлено от 4,7 секунды до 100 км в час. Жень, успешно у нас закончились замеры Range Rover Sport SVR-версии. Здесь в стоке заявлено 550 сил и 680 ньютонов метров крутящего. Что у нас получилось? Рассказывай. Ну, от себя, как обычно, добавили еще 10 сил и 4 ньютон метра. То есть получили 560 сил и 684 ньютон метра. То есть, в принципе, абсолютно точное попадание с заводскими... Да, на самом деле, не первый раз у нас гость на нашем стенде. То есть, уже успели помучать такие автомобили. Да, до этого. Ну, конкретно у нас на стенде было и 5 таких машин уже. То есть, грубо говоря, самых первых, которые попали в руки владельцев. Поэтому, да, они, в принципе, очень четко показывают свои силы. И реально шикарный график. Что можешь сказать касательно этого мотора? Здесь 5 литров с компрессором. Насколько он надежный? И что по доработкам? Какие стейджи есть? Мотор проверенный временем уже. То есть, стоял на предыдущем кузове. Здесь он более форсированный для SVR-версии. Очень надежный, очень отзывчивый. То есть, все владельцы, кто на спортах, на суперчарджерах ездил, все их любят и обожают. В плане тюнинга крайне интересный. Особенно интересный в том плане, что в чем-то схоже с дизелем. Что реально на тюнинге стейджи 1 и стейджи 2 теряет в расходе и серьезно прибавляет в динамике. То есть, в расходе... То есть, прямо на лицо экономически... Да, то есть, те, кто более-менее бодро ездит, мы не говорим прям отвязно, как ты, но бодро, да. То есть, 25-27 литров, как правило, на стейджи 1 вплоть до стейджи 2 реально расход падает где-то до 19. То есть, на самом деле, очень сильно падает, в связи со штатной калибровкой немножко своеобразной. Поэтому, ну и по прибавкам очень хорошо. То есть, варианты на данный момент у нас вплоть до 650 сил. Это без замены железа? Ну, без лазения в мотор, скажем так. То есть, железо в данном случае дышки вы... Несмотря на то, что он, в принципе, тут шикарный. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, в подмосковной компании West Performance в этом году сделали, быть может, самый быстрый Range Rover Sport, который в итоге поехал с нуля до 100 км в час в менее 4 секунд и расстроил огромное количество спорткаров в течение сезона. Серега, в этом году через вас прошло немало Range Rover. Расскажи, пожалуйста, что это за мотор такой, да, насколько он надежный, какие у нас стейджи по тюнингу. Полная информация, пожалуйста. Можно поздравить Jaguar и компанию Land Rover с тем, что действительно появился настоящий мощный мотор, который удивляет. То есть, многие не подразумевают, что Jaguar с этим мотором или Land Rover может так ехать. Вспоминаются даже некоторые гонки на Киевском шоссе, когда люди смотрели, говорили о Jaguar. Почему он так быстро едет? Он вообще может ехать. Но действительно, 5-литровый компрессорный мотор V8, помимо того, что он заводен, имеет достаточно серьезный и внушительный арсенал в 510 лошадей в обычной версии, в 550 лошадей в версии SVER, он имеет также и весьма серьезный перспектив. То есть, по стейджам получается следующая история. Stage 1 подразумевает корректировку программного обеспечения, которое превращает исходные 510 сил в 580. Далее существует Stage 2, при котором модифицируется выхватная система, удаляются катализаторы или ставятся приемные трубы без них, так же, как и отличается экология. При таком раскладе мощность достигает 600 лошадиных сил. Существует и более глубокий тюнинг. Это разделение системы охлаждения, при котором компрессор охлаждается отдельным радиатором. Двигатель в этой цепочке не участвует. При разделении системы охлаждения можно установить шкив меньшего диаметра. При таких раскладах мощность может достигнуть 630-640 лошадиных сил. Серьезные такие показатели, конечно. Вообще, как по надежности мотор? Ну, старые моторы, наверное, не отличались все-таки не Land Rover, не Jaguar супернадежностью. Ходили много баек, сказок, легенд, шуток на эту тему. Я думаю, что все знают, да, анекдот, что почему они здороваются. У нас владельцы Range Rover на дороге. Уж этот анекдот. Да, потому что они уже с утра поздоровались на сервисе. Но время идет вперед, и действительно, компании немного шагнули вперед. На сервисе они уже практически не здороваются, как раньше. Они туда заезжают. Но реже гораздо. Не так часто. В частности, мотор 5 литров компрессор считается неплохим, очень неплохим мотором. Я бы не сказал, что он совершенный. Там действительно бывают какие-то моменты. Ну, пожалуй, как и у любого мотора любой марки. Но, по крайней мере, эти случаи стали гораздо реже, чем были раньше. Ну, и вот хотелось бы услышать по машине Овика. То есть, насколько я понял, у него сейчас 600 сил. И вот вы построили эту машину. Она за сезон отодрала только кого только можно. Расстроила огромное количество водительцев разных именитых спорткаров. Как долго создавался его проект? И что там конкретно по доработкам? Почему он у всех карает так эффективно? Секрета, на самом деле, особо никакого нет. То есть, машина Овика оснащена нашим программным обеспечением VS Performance. Установлен выход без катализаторов и отключена экология. А в штатных местах стоят фильтры нулевого сопротивления в Фербе Кае. Маленький, небольшой еще секрет Овика заключается в том, что машина, его именно автомобиль, достаточно легкий. То есть, у него нету панорамных крыш, нету порогов. А, ты имеешь в виду, что когда он заказывал машину, он отказался от всех этих моментов, которые утяжеляют машину? Да, вес, безусловно, всегда играл огромную роль. Панорамная крыша, это килограмм 50, по-моему, ослышал, да? Если не 70. Пороги выезжены, выдвигающиеся пороги... Что, по 20-ке? Не-не-не, выдвигающиеся пороги весит 80 килограмм. Вот, ничего себе. Да, и любители собрать машину в роскошной максимальной комплектации обычно получают 200 килограмм сверху. А, как известно, если еду две одинаковые машины, и она тяжелее на 200 килограмм, естественно, результат предрешен. Вот, поэтому машина Овика лишена излишних... Ах, он дрэк рейсер? ...утяжелительных элементов. Вот, ну и за счет этого, конечно, его 600 сил выглядит несколько более эффективно, даже чем его сородичи. На аналогичных машинах, да. Действительно, получился очень и очень интересная машина. Много времени проект не занял, так как, опять же, список доработок весьма и веселосмоскромный, но и при этом надо отдать должное водителю, что время реакции на старте у него отменное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За неделю тест-драйва я успел проехать 954 километра, на что ушло 370 литров 98-го экта. Таким образом, получается 38,7 литра на 100 километров пробега. Цифра, конечно, приличная, но не забывайте, что она была получена в режиме постоянного валилова, что автомобиль большой и тяжелый, что под капотом V8 с компрессором мощностью 550 сил. Если говорить об ощущениях, то лично для меня этот автомобиль стал одним из самых эмоциональных в этом году. Да просто банально, когда вы нажимаете на газ, он прям встает вертикально, и вот этот вот бешеный разгон, он сохраняется до 220-230 километров в час. Это просто бомба, реально. Я думаю, этот автомобиль нужно покупать тем, кто любит активную езду, потому что спокойно ездить на этой машине просто невозможно. Она все время провоцирует вас на то, чтобы вы нажимали-нажимали на педаль газа. Так она заторно все это делает. А чего стоит здесь рев ухлопной системы? Такой породистый, мощнейший звук. Прям всегда хочется вновь и вновь при первой же возможности нажимать на педаль газа, чтобы радовать и себя, и окружающих водителей, и проходящих мимо пешеходов. Звучит просто... Что касается подвески, то автомобиль заточен в основном под асфальт, не в последнюю очередь из-за дисков 21-го диаметра с низкопрофильной резиной. Подвеска очень жесткая. Особенно это ощущается при преодолении лежачих полицейских. Поэтому проходить их приходится вообще на цыпочках. Но это вопрос баланса, потому что за счет такой жесткой подвески вам комфортно в поворотах. Для такой махины крены реально минимальны, и это очень круто. За счет данной подвески, сбалансированного двигателя и коробки можно ехать очень быстро, не только по прямой. В поворотах Range Rover Sport стоит как на рельсах. Это очень круто для такого огромного автомобиля. От него такого не ожидаешь. Но, кстати, жестким внедорожьем эту машину тоже особо не испугаешь. Я знаю, что по заявленным производителям данным машина преодолевает брод вплоть до 850 мм глубиной. То есть почти метровый брод может преодолеть эта машина. Я не знаю, кто из ее заряженных конкурентов может похвастаться схожей характеристикой. Это очень мощный плюс. Что касается коробки передач. Здесь восьмиступенчатый автомат. Он очень здорово работает во всех режимах, особенно в спортивном. Моментально понимает, что вам нужно. Молниеносность скидывает передачу или даже несколько. Мне очень понравилась работа этой автоматической коробки. Реально за все время тестирования ни разу не возникало к ней вопросов. Работает всегда шустро, оперативно, без затупов. Пару слов о тормозах. Что нельзя опционально выбрать керамическую тормозную систему. Это немного странно, потому что, например, Jaguar F-Type, там можно выбрать керамическую тормозную систему. При таком же моторе. Почему не сделали такую свободу выбора покупателям RRSS VR? Это непонятно. Я считаю, это минус, потому что владельцам в итоге приходится самим заморачиваться, искать эти карбонокерамические тормозные диски. То есть самостоятельно решать этот вопрос. Непорядочек. Дайте эту опцию. Совсем забыл похвалить оформление панели приборов. Когда вы едете в спортивном режиме, то коробка показывает, как она перещёлкивает передачи. Выглядит очень динамично и эффектно. В целом, Range Rover Sport SVR дарит очень хорошее ощущение. Этот автомобиль для победителей по жизни, кто может позволить себе этот шикарный аппарат, у которого есть минимальный, абсолютно минимальный набор минусов в виде некоторых огрехов при сборке в интерьере и не очень хорошей мультимедиа. Однако есть огромные, мощнейшие плюсы в виде эффектного экстерьера, красивого интерьера с добротными материалами, сблансированный кодовой частью и просто чумовой динамикой. Цены на Range Rover Sport версии SVR начинаются с 7 миллионов 600 тысяч рублей. Это дороже BMW X5M, но дешевле Porsche Cayenne Turbo S. Таким образом, Range Rover уверенно разместился в сегменте заряженных внедорожников. С вами был Алан. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok